Пока еще ничего не покупали, но каждый год мы живую брали. А почему? Ну, живую как-то же интереснее. Конечно, натуральную. Искусственную у меня есть, хорошая немецкая, среднего размера. Но натуральная, всегда все приятнее. Натуральная создает атмосферу праздника и поднимает настроение. Искусственную. А почему? Потому что ее можно использовать несколько раз. А живую почему? Природу беречь надо. А потом елки выбрасывать неудобно, они осыпаются. Ну, в детстве, да, оставили, а сейчас нет. А какую предпочитаете? Живую? Живую, конечно. А почему? Ну, не знаю, она лучше пахнет. И это лучше, лучше, конечно, чем не живую. Ну, какую найдем? Живую. А почему она живую? Не знаю, запах есть. А в детстве? И чувствуется новогоднее настроение. Уже привыкли с детства. Каждый год папа ставил елку. Поэтому у нас эта традиция сохранилась. И мы также продолжаем ставить каждый год елку. Сосну. У нас, знаете, все время было так это самое, прогрессивное. Елку всегда ставили пластиковую, чтобы, значит, и елочку просто так не рубить. И чтобы всяких иголок не было, все такое. Ну, и знаете, атмосфера, скажу вам так, не менялась особо от этого в худшую сторону. Искусственную. А почему вы предпочитаете? Ну, я бы, может быть, и поставила и натуральную, но дочь у меня, как бы, молодежь, она ратует за экологию. Поэтому мы купили два года назад искусственную, но теперь ее ставим. Натуральный, конечно, лучше. Но искусственный дольше стоит и не мусорный в квартире. Не на один год. Ну, все зависит, наверное, от эстетических каких-то взглядов. Елка такая искусственная, как бы, ну, экологичная, наверное, для природы. Если хорошая, сейчас вот можно выбрать очень красивые елки, заснеженные, ну, вообще классные. А с точки зрения атмосферы, наверное, прикольнее, как бы, ну, настоящая елка, живая. И запах, и, как бы, атмосфера интереснее. То есть, тут зависит от, как бы, вкусовщины, грубо говоря.